Все дождались, всем здрасте. У нас тут происходит эксперимент на людях жуткий, который состоит в том, что мы одновременно читаем лекцию, в смысле я, без ложной скорости будем, одновременно читаю лекцию и вещаю ее в ютубчик, и потом вот нам тут помогает Виталий, будут еще монтаж сделаны. Вот, зовут меня сразу, давайте начнем. Я обычно, когда читаю лекцию очно, очень люблю бегать перед доской, махать руками, рисовать абсолютно невразумительные картинки. Всего этого я делать не буду, потому что я привязан вот к этой камере, которая вещает. И, соответственно, представляться я буду тоже периодически глядя в камеру, а не обижайтесь, пожалуйста, присутствующие здесь. Вот, зовут меня Георгий Курячий, я сотрудник факультета в учреждении математики и кибернетики, работал где-то до 2000-х системным администратором. С начала 2000-х я... Где все? Все где? С начала 2000-х я работаю в компании Bazaltespo, мы занимаемся российским дистрибутивом Linux, точнее одним, да, ну, вернее, комплектом. Вот. Вот она, вот она. А здесь я оказался по такой довольно забавной причине, как человек, который не умеет плавать, но понимает плавать. У нас планируется на кафедре алгоритмических языков довольно большой пафосный курс, который называется «Парадигма программирования», и он устроен по принципу консилиума. То есть приходят люди, которые умеют плавать и рассказывают, как плавать. Вернее, показывают, как плавать, и даже учат, значит, постановка рук, там, махание ног, вот это все. Но нужен человек, который бы попытался для начала вот это понимание плавать, да, зачем вообще это все, зачем на свете существует больше одного языка программирования, например. Ну, понятное дело, что довольно любимая идея поспорить, что на самом деле должен быть только один язык программирования, а дальше стенка на стенку, да, вот. Причем этих стенок бывает несколько, разумеется. А мы с вами попытаемся понять, о чем вообще будет речь идти весь ближайший семестр в этом курсе, и заодно, в чем, как бы, главный смысл рассказывать про языки программирования, ну, такое в час по чайной ложке, да. То есть фактически у нас будет одна пара на соответствующую парадигму, дальше пара практикума на соответствующую парадигму, и дальше всем до свидания. Да, вот в какой в этом смысл. Прежде чем дойти до ответа на этот вопрос, а мы до него дойдем, я хотел бы сначала попытаться ответить на вопрос, что такое парадигма, что такое программирование, и что такое парадигма программирования. Извините, я зануду. Вот, начнем сначала, да. Это то, что было у многих из вас на первом курсе, на самом первом курсе примерно в это время, а именно разговор о том, что такое алгоритм. Может быть, кто-то уже не помнит, но я думаю, что мы еще все-таки помним, особенно люди с кафедры алгоритмических языков, что у алгоритма нету определения. У алгоритма есть только операциональное определение. Операциональное определение – это ситуация, в которой человек говорит, алгоритм – это когда. Вот если человек выходит к доске на уроке математики, у него спрашивают, что такое алгоритм, и он говорит, алгоритм – это когда, некоторые нервные учительницы могут сразу сказать, садись, два. Потому что операциональное определение – это, если мы спросим у Википедии, такая штука, которая происходит в терминах операций. Мы описываем, как оно должно работать. Когда мы говорим про алгоритм, мы не знаем, что это такое, у нас нет формализации слова алгоритм, но мы можем сказать, чем от него хотим. В действительности от алгоритма мы хотим немногого. Там есть много разных операциональных определений, понятное дело, есть много разных, зависит от того, чего мы хотим. Но наиболее важных пунктов всего четыре. Во-первых, алгоритм – это прорешение задач, задачи одной или класса задач, тем или иным способом параметризируемых. Во-вторых, алгоритм – это про то, как эту задачу решать. То есть у нас есть набор действий, неважно, функций, инструкций, назовите как хотите, в терминах которых будет описываться решение задачи, и эти действия однозначно интерпретируемы. То есть когда мы описываем решение алгоритма, если это алгоритм, значит, что вот каждый такой символ, который… символ или знак. Каждый знак, который обозначает соответствующее действие, обозначает одно конкретное действие, никакой мисинтерпретации здесь невозможно. Алгоритм – это когда формализован также и исполнитель этих действий, то есть мы точно знаем, что именно будет происходить, когда задача будет решаться по нашей инструкции. Ну и, наконец, алгоритм – это когда есть конечная запись этих самых действий, она же программа. Исполнитель должен обладать некоторыми свойствами, например, он понимает порядок этих действий и всегда его выдерживает, причем порядок – это совершенно не обязательно последовательность действия, может быть, более хитрое определение порядка. Исполнитель работает с какими-то объектами, про которые мы все знаем, это не черные ящики, это некоторые модели из нашей области предметной, задачи, которые мы решаем. Ну и дальше начинаются всякие мелкие требования к исполнителю, которые уже зависят от, собственно, самой предметной области, от того, что мы понимаем под решением задачи и так далее. Ну и программа. Программа является программой при двух условиях. Услово первое – она работает, то есть она приводит к решению задачи за конечное число действий. В противном случае это не программа, или, скажем так, это не алгоритм. Что-то, что никогда не заканчивается, мы не знаем, алгоритм это или нет, потому что он ничего не решает. И вторая важная вещь – это однозначность ответа. Понятное дело, что алгоритм – это когда, если задача одна и та же, то есть входящие условия абсолютно одинаковые, решения тоже должны быть абсолютно одинаковые. Вот операциональное определение алгоритма, который, вообще говоря, ни к чему нас не приближает, за исключением, возможно, идей относительно того, как должен быть построен сам вычислитель. Но мы в эту сторону не идем, это совсем другой курс, потому что мы хотим понять, что такое парадигма программирования. Очевидно, что программирование – это составление вот этой программы. Вот у нас есть всякий набор того, что такое алгоритм, и программирование – это, собственно, запись вот этой программы, которая будет являться решением нашей задачи. Чтобы немножко показать вам, что будет происходить в семестре, то есть каким способом над вами будут издеваться, предлагаю вспомнить первый семестр, опять-таки тех из вас, кто учились в контенте, вспомнить первый семестр. Возможно, вам знакомо вот это чувство, когда ты в школе изучил язык программирования, ну, окей, питон, пускай будет не бейсик, и думаешь, что ты умеешь программировать, потому что тебе рассказали, что такое цикл. Ты приходишь на факультет математики и кибернетики, тебе показывают вот такую вот штуку, которая называется машина Тьюринга. Кстати, мало кто знает, тут есть фанаты, изваяли ее в железе. Вот, машина Тьюринга, а настоящая, работающая. Вот, машина Тьюринга, там есть видео, сходите по ссылочке, прям, вот она рисует нолик, единичку, стирает, короче, все как у людей. Машина Тьюринга, это формализм, если мы сейчас сходим на Википедию, почитаем, мы увидим это, вот, это формализм, то есть, это абстрактный вычислитель, вот здесь вот, да, который, в принципе, может даже не существовать, лишь бы мы понимали, как он работает, да, то есть, вот, машина Тьюринга из военной в железе, это открытие совершенно недавнее, до этого пользовались исключительно как формализмом этой штукой, вот, который позволяет решать, собственно, алгоритмические задачи, и я думаю, что многие из вас встречались вот с этой вот прекрасной вещью, да, это эмулятор машины Тьюринга, написанный в браузере, вот, чтобы не слишком долго занимать умы тех, кто и так это все знает рассказом, но при этом показать, я сразу начну с примера, вот мы сейчас возьмем какой-нибудь, какой-нибудь примерчик попроще сначала, вот, вот он, вот так выглядит, вот так выглядят, это два представления одного и того же, вот так выглядит так называемое, забыл слово, ну, короче, пускай будет называться программа, в наших терминах это программа для машины Тьюринга, которая умеет прибавлять к входному слову в двоичной системе единичку. Если мы захотим смоделировать наш исполнитель вручную, то мы увидим, что он состоит из бесконечной ленты, это лента бесконечной, верьте мне, вот, пишущего устройства, которое умеет писать на ленту, стирать с лентой и, собственно, все. Лентопротяжное устройство еще умеет эту ленту проматывать на один шаг вправо, на один шаг влево, ну и, наконец, из логического блока, который смотрит вот на программу и совершает действие. Как это происходит? Да очень просто. У нас есть еще считывающая головка, помимо пишущей, которая смотрит, вот тут ее можно разглядеть, вот она, камера, вот, которая смотрит, какой мы сейчас в данный момент наблюдаем символ, изначально мы стоим на начале записанного на бесконечной ленте слова, справа и слева от слова пустые места, специальные пустые символы, вот, и на основании этого принимается решение, что машина сейчас находится в состоянии 1, вот она находится в состоянии 1, видит она циферку 1, вот, а, нет, вру, соврал, машина находится изначально в каком-то старом стартовом состоянии, допустим, оно называется 0, видит она циферку 1, пересечение того, что мы видим, и номер состояния дает нам команду, в команде написано так, ничего не писать, сдвинуть ленту направо и вернуться к состоянию 0, вот, запятые без ничего, это умолчание, значит, это значит, что мы пишем то, что видим на самом деле, а это означает, что мы переходим в состояние, в котором находились, вот, то есть, если мы сейчас начнем потихонечку ходить, вот у нас, мы передвинулись, видим циферку 0, сейчас мы сделаем поменьше, чуть-чуть, вот, передвинулись, еще поменьше, вот, передвинулись, видим циферку 1, и сейчас передвинемся и увидим пустой символ, раз мы увидели пустой символ, пора приходить к прибавлению, и мы переходим, сдвигаем ленту обратно влево, переходим к состоянию 1, вот, и, а состояние 1, это будет как раз прибавление, состояние 1, видя циферку 1, это значит, у нас произошел перенос, и поэтому мы должны прибавить, мы должны заменить 1 на 0, и прибавить, сдвинуть налево, и начать прибавлять единичку уже вот к этому символу, что, собственно, сейчас и произойдет, вот он, да, теперь мы видим, что там 0, а раз там 0, это значит, мы смело меняем его на единицу, и вот это последний воскресательный знак, это такой шорткат, сокращение от перехода в специальное финальное состояние, которое там условно называется 2, все, прибавление совершилось, да, если бы у нас был перенос за самую границу, мы бы дошли, давайте это сделаем, дошли бы до пустого символа слева, и прибавили бы эту единичку в самое начало, давайте до этого дойдем, так вот, крутить неохотно, давайте так вот сделаем, вот сейчас будет прибавление единички, мы закончили, и еще разок, дошли до конца, сейчас начнем прибавлять единичку заменять на ноль, поехал перенос, поехал перенос, увидели, что мы попали в состояние 2, увидели символ лямбда пустой, это означает, что мы дошли до самого левого края, и надо таки эту единичку поставить, вот вам, пожалуйста. Значит, так примерно выглядит работа машины Тюринга, и согласитесь, к программированию как такового оно имеет абсолютно прямое отношение, и совершенно не похоже на те языки программирования, которые мы с вами вроде как знаем. я могу, значит, немножко поиздеваться, и сейчас, поиздеваться, вот, чуть-чуть поиздеваться, вот это уже довольно, ну, кстати, тоже очень маленькая, на самом деле, для тех, кто понимает, машина Тюринга, которая умеет удалять из цепочки все буквы А. Для этой цели она сначала скопирует, поставит в конец вот сюда вот маркер, и потом начнет удалять слева и вставлять вправо только буквы не равны А. Для чего вот существует несколько состояний, сейчас мы это по-быстренькому пробежимся, просто поверьте мне, да, вот состояние 0, это движение налево, добрались мы долево, поставили маркер, перешли в состояние 1. Состояние 1, движение направо, как я понимаю, добрались до пустого конца, пришли, вернее, до начала нашей строки, до пустого символа, пришли в состояние 3. Состояние 3, это перенос. Перенос, первая часть переноса, перенос делается, как видите, для символов В и для символов С, а для символов А перенос не делается, мы просто двигаемся на следующий символ. Вот. Значит, записываем пустой символ вместо В. Шу. И переходим в состояние, а, это состояние 2, это замена, состояние 3, это перенос до маркера, тащим, притащили, состояние записали и начали по новому. Букву А мы переносить не будем, сразу удалим, перейдем к букве С, букву С потащили, положили. Букву А не переносим, вот, букву В переносим, потащили, положили, ну, кажется, все. Вот. Задача решена. Вот. Значит, это был разговор про машину Тюринга. Но, на самом деле, алгоритмических формализмов в природе довольно много, и они могут быть очень разные. Снова вспоминаем, снова вспоминаем первый семестр, и вот это самая любимая моя тема, это нормальные алгоритмы Маркова, потому что это вообще чудовищно простая штука, вот, прям, ну, совсем простая, которая, ну, сейчас, да, значит, которая устроена, тоже, давайте сразу с примеров начнем, чтобы не слишком тормозить, устроена вот следующим образом. У нас есть правила, которые бывают всего двух видов. Правила преобразуют, находят в нашей цепочке символов последовательность символов и заменяют ее на другую последовательность. Эти правила бывают всего двух видов, обычные и терминальные. Почему-то нет терминального правила, мне это не нравится. А, тут нет терминального правила, потому что если есть ни одно правило неприменимо, исполнение останавливается. Не хочу без терминального правила, хочу сейчас. У меня тут есть вот такая штука, только в нее надо, в нее надо сходить, потому что она не оптимизирована на этот терминал. Так, прибавление единиц к троичному числу. Во. Во. Вот тут вот будет более разумно. Значит, вот у нас есть, какая она идиотская. Давайте попробуем вот сюда скопировать. Не адаптирован, конечно, это для от 124 на 768. Ничего не поделаешь. Во. Вот здесь вот лучше. Во. Значит, троичное число один, ну, скажем, 0,2. Только 0,2. Вот. Вот вам, пожалуйста, набор правил, которые, по идее, должны прибавлять единичку к троичному числу. Делается все примерно так же. мы берем, просматриваем правило сверху вниз и применяем первое попавшееся. Поскольку все эти правила, как видите, включаются либо звездочку, либо решетку, применится сначала первое. Он возьмет первое пустое место и заменит его на, и заменит его на звездочку, что, собственно, и произошло. Да. Дальше, поскольку у нас есть звездочка, мы, первое правило, которое мы применим, будет звездочка 1. Вот оно. Ну и, короче, дальше мы эту звездочку перегнали в конец. Перегнали в конец. Теперь это маркер конца числа. И теперь мы что будем делать? Теперь мы будем прибавлять. Вот давайте, ах, назад. Ну, короче, двойку заменили на нолик, потому что у нас троичное число, и нужно сделать перенос. Окей. Что мы сейчас видим? А сейчас мы видим ноль решетка, и это финальное правило, потому что ноль надо заменить на единичку, собственно, вот прибавление случилось. Давайте. Как видите, тоже вполне себе простая штука, очень ее люблю. Программа, эмулятор вручную, без графики, занимает, наверное, строк 14 на питоне. Вот. Вот этой штуки не было, к сожалению, у вас на первом курсе, а я бы очень хотел, чтобы было. Вот. Это... Ладно. Сейчас, минутку. Это интересно. Это челлендж. Ну, я не знаю, что было нажато, но вот... А, о, я знаете, что попробую сделать? Я сейчас попробую, попробую перенастроить. Что я хотел? Я хотел запустить на самом деле страшную одну штуку. Я, кстати, не уверен, что она вообще сюда влезет у нас. страшную совершенно штуку. Эта штука называется эмулятор частично рекурсивных функций. Влезла. Шикарно. Только это неправильная картинка. Ну, ладно. Главное, что она влезла. Значит, про частично рекурсивные функции сейчас расскажу. Это очень интересная штука. Я не знаю, вообще у кого-то это... Было ли вообще у кого-то это среди наших курсов или не было. Это где-то должно быть в пицц-курсах. Совершенно справедливо. Чуть-чуть, да, я расскажу. Да, 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 да. Ну, вот, собственно, я примерно на это и рассчитываю, что вы, как бы, хотя бы немножко в теме. Речь идет о чем? Алгоритмический формализм вообще не обязан подразумевать под собой какую-то аппаратную реализацию. Вот, исполнитель вашего алгоритма не обязан, как это сказать, обладать физическими свойствами вообще. Значит, как мы сейчас поговорим чуть позже про... Который час? Сколько я туплю? Шикарно. Как мы сейчас поговорим чуть позже про алгоритмическую полноту, таким же точно настоящим алгоритмическим, алгоритмически полным формализмом, как машина Тюринга или нормальный алгоритм Маркова, является и вот эта вот штука, которая толкует нам об частично рекурсивных функциях. Значит, идея в чем? Давайте я не буду вам пересказывать Википедию, потому что в Википедии и в том единственном в своем роде эмуляторе, который откопал буквально вот лопатой и киркой на просторах интернета. Вот, кстати, если кто-нибудь хочет заняться этим делом, давайте напишем нормальный эмулятор, вот, а не на этом самом, над чем он там написан, над чем-то страшным. Да, значит, давайте я сразу сразу это самое расскажу о том, как это в данном эмуляторе устроено, чтобы мы хоть программу могли понять. Значит, смотрите, наша теория вычислимости говорит вот про что. Что у нас есть некоторые базовые функции, уже готовые, за нас придуманные, которые ничего не делают. Ну, например, функция O от X это функция от одного параметра, которая всегда возвращает ноль. Функция N от X это функция следования. Тут надо напомнить, что вообще, когда речь идет про алгоритмы, речь идет про исключительно конечные или счетные группы объектов. С континуумом алгоритм ничего поделать не может, потому что у нас есть свойства, которые мы изначально написали, это свойства наличия порядка. все помнят теорему Кантера о неполноте. Нельзя Кантер в диагональный процесс, вот это все, континуальное множество нельзя пересчитать. вас. Поэтому, когда речь идет о теории вычислимости, мы вполне себе можем позволить, например, ограничиваться только множеством целых положительных чисел. Вот. Почему? Вполне себе бесконечное множество, перечислимое, счетное, ничего большее в алгоритме рассчитывать не можем. Вот так вот, да, возвращаемся вот к Хелпу. Итак, у нас есть функция следования, это все, что нам нужно, поскольку единственное множество, с которым мы работаем, это множество натуральных чисел, функцию предшествования мы с вами сейчас напишем. Вот. И у нас есть оператор, функция выбора n-ой переменной. У нас есть функция от n-ой переменных, возвращает она m-ную. Да, это единичная функция, в которой вы передаете целых n-ой переменных, она возвращает m-ную. Все, ничего другого нет. Вот три таких функции по умолчанию прибиты гвоздика. Есть три оператора. Оператор суперпозиции, но это понятно, что. Это функция от функции, да, или если в общей форме у нас есть функция вот эта g, которая m-местная, и m-штук функции n, функции f, которые n-местные. У нас получается n-местная функция, f большое, которая является просто применением функции f1 и так далее, fm, к соответствующим n-параметрам. Ну, суперпозиция в общем виде. Так-то, если бы у нас был синус-косинус там по одной, переменная, вот если их переменных n, туда нужно n разных функций, чтобы их вот сюда подставить. Вот. Дальше. Оператор рекурсии, это называется примитивная рекурсия в теории. Этот оператор рекурсии, это фактически такой цикл со счетчиком. Почему? Потому что оператор рекурсии, он от двух функций. Вот. И выглядит он следующим образом. Наша большая функция содержит n плюс 1, ну, k плюс 1 в данном случае параметр. это наш k параметров иксы и еще счетчик. Если этот счетчик равен нулю, мы просто возвращаем f от k параметров, а если этот счетчик не равен нулю, то мы возвращаем применение функции f2 к вот такой пачке, к всем нашим параметрам, счетчику и предыдущему значению нашей функции. То есть представьте себе, что вы это программируете, это просто цикл по k, ну, по n, да, вот здесь вот, по y, цикл по y, в котором вам доступны и все исходные переменные, и, собственно, сам счетчик, и значение, вычисленное значение вашего цикла на предыдущем шаге. Вот и все. Этого недостаточно для алгоритмической полноты. Нужна еще более волшебная, я бы сказал, в прямом смысле чудесная функция, которая называется оператор минимизации. Ее чудесность мы обсадим в конце. Что такое оператор минимизации? На самом деле довольно простая штука. Мы ему выдаем функцию, сейчас тут, да, функцию g, вот, а он нам выдает что? А функция g у нас n плюс 1 местная, да? по последнему аргументу, да, и вот он выдает такую функцию f, которая равна нулю при соответствующем y, возвращает он y, да? y он возвращает. когда мы подставим сюда все значения, он вернет такой y, на котором эта вся фигня равна нулю. Ну, если очень поднапрячься и договориться с собой, это такой цикл вайл. Мы жуем эти значения до тех пор, пока не встретим ноль. Но, как вы понимаете, с точки зрения человека, который в этом формализме работает, нам все равно, когда мы найдем этот y. Мы можем написать цикл и на десятимиллионном шаге окажется, что-таки да, эта функция равна нулю. Мы можем, ну, не знаю, там, поковырять в носу и угадать. Мы можем вычислить какую-то формулу. Никого не волнует, если это оператор минимизации останавливается за фиксным тайм, значит, что это хорошая годная функция. И соответствующая функция вычислина. Собственно, различие частично рекурсивных от общерекурсивных функций состоит в том, что частично рекурсивные функции это которые являются алгоритмом, то есть останавливаются. А общерекурсивные могут вот в этом месте зависнуть навсегда. Вот. Значит, чтобы это дело немножко показать, как таким способом думать, давайте разберем, ну вот я тут уже открыл пример с это пример с умножением. Как устроить умножение? Для начала давайте устроим сложение. Вот это сложение. Слушайте, давайте я открою другой пример. Я бы, конечно, сам бы все это написал при вас, но мне ужасно неудобно делать это в выборочном состоянии, поэтому давайте попробуем прочитать. Я точно знаю, что читать гораздо менее наглядно, чем писать, вот, но что поделаешь. Значит, давайте мы посмотрим. Значит, что мы здесь делаем? Вот здесь мы задаем наши функции, здесь мы их вызываем, а тут мы получаем что-нибудь. Значит, сначала, чтобы сделать умножение, надо сначала сделать сложение. Как сделать сложение? Сложение это цикл по прибавлению единички столько раз, с чем мы складываемся. Цикл по прибавлению единички это рекурсия. Вот. Единственное, что нам нужно, мы помним, что в рекурсии там довольно забавно устроены вот это наши параметры. Вот они, да. Все параметры исходные, счетчик, значение функции. Поэтому нам для того, чтобы эту штуку рекурсию реализовать, нам нужна специальная функция next, которая от трех параметров. Мы будем, естественно, смотреть только на последний. Вот. И, собственно, вот она. Но передавать ей нужно три. Количество параметров там три. Вот мы определяем функцию, которая работает как next, только работает, возвращает третий параметр из трех. Вот. И применяет к нему next. Дальше мы берем и рекурсивно к единичке прибавляем столько раз, ну, вовремя, дергаем вот этот next столько раз, чему равен у нас, собственно, параметр рекурсии. Вот. Вот, пожалуйста, сейчас мы запустим. Вот сумма работает. Что удивительно. Вот. Абсолютно так же устроено умножение. Что такое умножение? И это n раз сложить. То есть, к нолику мы прибавляем суперпозицию. Чего? Сумму первого параметра, то есть исходного, и третьего, то есть накапливаемой суммы первого и третьего. Суперпозиция, сумма. Вот. Вот у нас умножение работает. Чтобы окончательно выломать вам мозг, давайте организуем деление. Значит, с делением ситуация следующая. Нам нужна специальная функция нолик, которая без параметров вообще. Иначе мы запутаемся. Если мы будем пользоваться стандартным ноликом, который с одним параметром, этот параметр никому не нужен. Нам нужен нолик без параметров. Что такое нолик без параметров? А мы знаем, у нас есть функция минимизации, которая отъедает один параметр от имеющихся. Да? Вот минимизация. У нее функция исходная от n плюс 1 параметр. Последний из них является счетчиком. Не счетчиком, а вот тем самым значением, на котором мы ищем ноль. Соответственно, мы делаем что? Мы просто тупо берем, минимизируем ноль по первому параметру, разумеется, получаем ноль в результате. И вот эту самую функцию мы будем использовать в качестве нолика, у которого параметров нет. Дальше. Эта функция называется ноль, если что. Дальше мы можем легко определить функцию предшествования. Это просто рекурсивное применение вот этого нуля без параметров ко второму, то бишь, к счетчику рекурсии. На нулевом шаге это будет ноль, на первом шаге это будет ноль, предыдущее значение н-1, счетчик рекурсии. На втором шаге это будет 1, ну и так далее. Значит, нам в конце концов приедет вот из этого рекурсии просто номер шага, за которым мы добираемся до конца. А номер шага на 1 меньше. Вот, пожалуйста, функция вычитания единиц. Ну вот, теперь мы можем, собственно, определить функцию вычитания. Это рекурсия единички по предыдущей. Это вот ровно то же самое, что со сложением, абсолютно. Я только тут не стал, не стал определять специальную эту самую P3 функцию. Вот она, эта функция P3. Ну вот. А вот с делением надо сделать некоторый выборок. Собственно, подумать вот той частью мозга, к которой мы думать как программисты не привыкли. Выборок стоит в следующем. Как получить деление? Что такое деление? Очевидно, это какая-то минимизация. То есть мы должны какую-то функцию минимизировать, минимизировать, минимизировать и на каком-то шаге получить с одной стороны ноль, а с другой стороны, собственно, наше частное. Ну, когда мы об этом задумываемся, мы начинаем понимать, что эта функция это просто A минус B умножить на C. Вот это самое B нас интересует. A и C это делимые делителем, да? А B это частные. Окей. Сделаем функцию A минус B умножить на C. Она тупая. Это суперпозиция вычитания и умножения, разумеется. А дальше ее тупо минимизируем. Все. Вот это вам деление. Как видите, да, значит, как видите, способ вот думать так, он, конечно, чем-то напоминает наши с вами функции, которые мы в наших обычных программах пишем. Но, как это правильно сказать, по лицам вижу, что не очень напоминает. вас. В общем, я радую за то, чтобы эта штука была в первом семестре, потому что, мне кажется, недостаточно первокурсника вывихивается мозг. Ватс. Вот. Короче, еще раз призываю, кто чувствует себя способным, переписать это на что-нибудь, например, на любимый мною питончик, вместо вот этой страшной вот вещи, потому что, ну, я готов, там, готов похлопотать, чтобы это была, как минимум, конкурсовая, кстати. Ну, потому что там есть о чем подумать. И так далее, и так далее. Я пропущу, с вашего позволения, пролог, который, а, у вас должен был быть как спецкурс, вернее, как курс на кафедре АЯ отдельно, и, б, будет в качестве примера в этом семестре для тех магистров, у кого, кто к нам пришел не с кафедры АЯ. Вот. Хочу только сразу посоветовать вот такую прекрасную штуку, это свипролог. Это пролог прямо в броузере, у него есть шелл, и все остальное, и все пирожки, дикое количество примеров. Вот. Не разбираясь, не разбираясь в том, как это работает, просто не хватит времени, вот. Просто хочу показать, как выглядит программа, которая решает задачу о расстановке ферзей на доске. Все. Вот эта программа вам дает ответ, как расставить 8 ферзей на доске, которые друг другу не мешают. Вот. Кто помнит, что такое пролог, идея состоит в том, что вместо алгоритма, не так, вместо последовательности действий, которые нужно проделать, чтобы добыть ответ про ферзение на доске, вы описываете условия требования к среде и формируете запрос к пачке всей этой требовании, а алгоритм выбора со стечением, который под капотом в прологе работает, ну, там более хитрый, но неважно, да, вот, он вам выдаст ответ. Фишка состоит в том, и это, собственно, продолжение нашего разговора, что все эти формализмы алгоритмически полны, можно на любой из этих вот удивительных причудливых фиговин реализовать модель другой причудливой фиговины. Собственно, не имея определения алгоритма как такового, мы должны удовлетвориться тезисом Чорча, ну, точнее, он был изначально тезис Тюринга, но потом тезис Чорча, Тюринга стал называться, что любой алгоритмический полный формализм соответствует машине Тюринга. Ну, или с точки зрения Чорча, соответственно, соответствуют частичные рекурсивные функции. То есть, если вы придумали ваш язык программирования какой-нибудь, вот такой, и смогли написать на нем машину Тюринга, все, ваш язык хороший, годный. Не смогли, ну, как я говорю, два варианта. Да. То есть, это либо у вас проблема, либо в вашем языке проблема. Кстати сказать, у нас новшество в этом году, в этом семестре будет одно занятие по алгоритмически неполному языку верификации. Вот. Сейчас вспомню. или не вспомню. Ну, короче, это язык верификации, к которой я наткнулся, читая лекции по вниманию архитектуре и ВМ языку ассемблера. Дело в том, что ребята из Community Risk 5 задизайнили свой модель памяти с частично упорядоченным доступом и доказали ее верифицированно, что там нету этих самых, нет противоречий. Я увидел эту штуку, я увидел модель, мне понравилось, я соблазнил народ, будет у вас это самое. Аллой она называется. К моему великому сожалению, почему-то все эти системы верификации пишутся на Джаву, но с другой стороны она кроссплатформенная. Тезис Тюринга, Тезис Терч Чюринг говорит о том, что это тезис. У нас нету доказательной базы, когда мы работаем с алгоритмами. Почти никакой. Да, это тезис, он говорит о том, что алгоритмическая полнота, алгоритмически вычислимая штука это эквивалентность либо машин Тюринга, либо этому самому частично рекурсивной функции. Вот, а есть еще более 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 жесткий тезис, который называется тезисом Черч Тюринга Дойча, это, собственно, доказательство несуществования вещественных чисел. Вообще не существует, они не существуют. Я, когда сегодня будет лекция по питончику, я там еще раз докажу, что не существует вещественных чисел, уже на питоне. Да, значит, который говорит о том, что если у нас аппарат требует континуальности, то есть существенным образом включает в себя какие-то континуальные величины, неважно какие, да, работа этого аппарата невычислима. Вот. Тут у нас есть такая тема с квантовым компьютингом, который, в общем, не совсем такой, да, и там есть потенциальные, потенциально бесконечные операции, но я не в теме, поэтому вот это вот как раз ужасно интересное, ужасно интересное на самом деле место, как вот на это все повлияет наличие квантовым компьютинг. Вот. Но тезис Черчих говорит ровно одно, что ваши алгоритмы, вернее, вот этот, да, могут работать на физическом устройстве, если ваше физическое устройство существенным образом не использует какой бы то ни был континуальный параметр. Использует все, моделируйте. Моделируйте с помощью вычислилений, перечислим их множество, иначе ничего не получится. Такая вот штука. Значит, поскольку у нас нет доказательной базы, нет теоретического определения, и вообще ничего нету, мы можем говорить что угодно, я могу говорить что угодно, поэтому я для себя сформулировал такие неполные, а как бы сказать, хотелки, да, требования к алгоритмической полной системе, как четыре важных пункта. Ну, во-первых, разумеется, соответствие операциональному определению алгоритма, то есть всякая однозначность, это самое, конечность, вот-вот все, что входит в операциональное определение алгоритма, ваша алгоритмически полная, как это, возможная алгоритмически полная система должна вам предоставить. Во-вторых, поскольку алгоритм это манипуляция объектами, тем или иным способом в вашем формализме должно быть задействовано легирование, то есть отсылка к уже существующему объекту. Типичный способ полигирования для императивных языков программирования переменные, то есть у нас есть где-то данные, они там лежат, где-то эти данные, и мы к ним ссылаемся, ну, по имени, по указателю, неважно, по адресу, в случае, если речь идет о там низковым программировании. Но это не единственный способ полигирования. Например, в функциональном подходе у вас нету отдельного места, где вы храните какие-то данные. Функциональный подход это описание преобразования данных при помощи функций, и все, что у вас есть, это здесь и сейчас связанный объект. Да? Другой способ полигирования. Вот. Но если полигирования нету, это значит, что у вас, как бы, в одно ухо влетает, в другое вылетает. Да? Как лоб. Ну, в общем, нет. Олигированные объекты. Третье требование, которое должно присутствовать в формализме, претендующем на алгоритмическую полноту, это обусловленность, действие обусловленной свойственной объекта. В реализации, так сказать, привычной нам, это условные операторы и циклы. Но в действительности не обязательно ни то, ни другое. Потому что, ну, почему не обязательно циклы, понятно. А раз уж мы работаем с конечными, не просто перечислим, а с конечными множествами, то цикл можно просто развернуть пешком, и это все равно будет алгоритм. Вот. Во-вторых, в том же ассамблее циклов, как таковых, нет. Есть только переходы по цепочке циклов, оператора цикла нет. Условный оператор есть, который проверяет условия. Оператора цикла нет. Есть переход назад или вперед. Вот. В действительности я приводил на лекции как раз по архитектуре пример архитектуры. Естественно, для дологридмической полноты этому свойству далеко, но тем не менее. Архитектуры, в которой можно для действий обусловленных свойственных объектов обойтись без безусловных переходов вообще. Предположим, у вас есть красненькие команды и синенькие команды. И регистр, в котором написано, какого цвета сейчас ваши данные, красные или синие. И вот вы выполняете программу, а выполняются только красные команды. А синие не выполняются, они эффективным образом на аппаратном уровне проскакивают. Чем не действия обусловленных свойственных алгоритмов и попадите это как бы сопрягите с условным оператором, особенно если там еще есть цикл, вызов, процедуру и так далее. Задача на самом деле не решается так просто, как нам кажется. Ив и поехали. Вот. Хотя в большинстве языков, конечно, нам так проще, мы так рассуждаем. Да, там правый, левый, да, нет, вас, пришел, ушел. Ну и как это, было бы неплохо, чтобы вы написали ну хотя бы эмулятор нормальных алгоритмов Маркова на этом своем формализме, потому что это самое простое, что можно сделать. Так, ну про это мы уже говорили, что программа это формальная запись алгоритма, а программирование это собственно актуализация понятия программы в как это, ну, в виде выхода годного, в виде самой программы. Вот. И мы собственно переходим к разговору о том, что такое парадигма программирования. Для начала давайте высоконавычное слово парадигма развенчаем. Парадигма это на самом деле термин из философии науки. Тут вот на куны ссылаются, там еще кто-то второй был, я забыл. Вот. Который имеет отношение к следующей штуке. У вас есть некоторые научные школы, вот она зарождается, побеждает все другие школы, потому что, значит, ее пистулаты, ее тезисы оказались наиболее близкими к тому способу познания мира, который в данный момент наличествует. И она обрастает, эта школа обрастает методиками, обрастает объяснялками всякими, обрастает всяким пониманием вот этим все. И все это довольно долго живет. люди накапливают свои скиллы в области как раз этой школы, ставят эксперименты, все. В какой-то момент школа себя исчерпывает. И начинаются попытки ее, ну, не то чтобы не спровергнуть, но начать думать по-другому. А это очень тяжело начать думать по-другому, если до тебя там N лет, в случае, допустим, средневековья, N сотен лет, подумали так. Совершенствуются инструменты, появляются практические открытия, которые не соответствуют объяснялкам данной школы. Начинаются костыли. Очень хороший пример парадигмы это аристотелевское понятие о абсолютной сферичности всех небесных тел. Аристотель и вслед за ним очень долго многие натурфилософы там несколько сотен лет подряд считали, что все небесные тела имеют четкую сферическую форму. Посмотришь в подзорную трубу, точечка круглая, Солнце круглое, все нормально. Но когда построили достаточно мощный телескоп, выяснилось, что на Луне, например, видны кратеры, и мало того, что они видны, если очень внимательно посмотреть на ободок Луны, видно неровности. Это не соответствует парадигме того, что все небесные тела строго сферические. Я сейчас не говорю уже про геоид, но вот костыль, знаете, как выглядит? Луна строго сферическая, но у нее есть внутри неровная часть, а потом она покрыта прозрачным, невидимым для глаза стеклом. Вот это типичный эффект парадигмы на конечной стадии ее существования, когда костыли защитные приобретают вот такую форму. Да, что же касается парадигмы программирования, то тут я даже не советую лезть в Википедию, то есть мы туда сходим, ужаснемся и вернемся. Вот они, это все парадигмы программирования. Такая классификация китайских животных по Борхесу, такие, секири, принадлежащие императору, только что пролившие молоком, да, да, уронившие вот именно. Короче говоря, два мутных, неинтересных определения из Википедии. Дисциплина построения, нет, это не из Википедии, из Википедии вот это. Совокупность идей и понятия, поделяющие стиль написания компьютерных программ, про что это вообще? Ну, какое-то общее определение общего определения. Общее определение от меня. Дисциплина построения и актуализации алгоритмических полных формализмов. Речь идет о том, что мы, говоря про парадигму, поснимем свое определение, строим какой-то свой или участвуем в каком-то определенном алгоритмическом полном формализме, который построен по определенным законам. И эти законы для разных парадигм, для разных формализмов, Разные примерно в том стиле, в котором мы сейчас наблюдали Машины Тьюринга, алгоритмы Маркова, частично рекурсивные функции и так далее Но главным для себя определением я считаю вот это Значит, парадигмы программирования Это такой способ думать, когда ты, собственно, актуализируешь этот алгоритм Это разные способы думать У этих разных способов думать существуют собственные школы, собственные техники Собственные терминологии и так далее и тому подобное Если это переводить на такой операциональный уровень Во что выливается парадигма То опять-таки, с моей точки зрения, она как раз выливается в то, чтобы определить А какой у нас исполнитель формально Помните, у алгоритма должен быть формализован исполнитель Который работает так, как он работает и никак иначе Вот мы должны определить для себя, формализовать наш исполнитель И в случае, допустим, того же логического программирования пролога Это довольно интервиальная штука Как описываются объекты, как мы к ним ходим То есть, как устроено легирование Как устроен порядок вычислений Порядок, непоследовательность Как устроено обусловленное Ну и всякие фишки, которые еще, значит, к этому прилагаются Потому что в разных парадигмах есть, как бы, удобно решаемые задачи И неудобно решаемые задачи Об этом вы весь семестр будете думать Значит, пальчик следствий Из вот этого попытки операционального подхода Если вот эти базовые вещи Аллигирование обусловленное То есть, очень грубо говоря, переменные условные операторы В двух языках устроены примерно одинаково Скорее всего, эти языки принадлежат одной парадигме Особенно, если там есть условные операторы Что, в общем, да Да, и в большинстве современных языков программирования Довольно часто любят использовать много парадигм Вот, хотя ведущая обычно является одна Значит, это приводит к некоторым важным вопросам На которые я бы хотел ответить прямо сейчас А, на один я уже ответил про циклы Да, значит, смотрите Как это Хотел придумать какой-нибудь мемасик соответствующий Ну да ладно В общем, наличие циклов в вашем языке программирования Это, как это Уже не модно Или даже, скажем так, это не является обязательным Бог весть, как на самом деле устроены итеративные действия Которые вы реализуете Вот, например, в тех же теории Общерекурсивных функций Циклы за вас уже сделаны Вы просто дергаете минимизатор Он вжух и выдает вам в ответ значение Вот Относительно последовательности Мы уже этот вопрос подымали Давайте еще раз подумаем Чем отличается понятие порядок выполнения От понятия последовательности выполнения Последовательность – это цепочка Первое действие, второе, третье, четвертое Порядок – это всего лишь однозначно восстановимая последовательность Итак, однозначно восстановимый граф Преобразований наших объектов Которые для нашего алгоритма всегда должны быть одинаковыми Мы, например, это очень частный пример Но вполне себе живой Например, встречаемся с заменой последовательности графом При параллельных вычислениях Понятное дело, что мы у себя в голове Можем смоделировать параллельные вычисления Как такую последовательность Но там будут точки синхронизации То есть это будет уже, собственно, дерево Ориентированное Сеть, то бишь ориентированное дерево – это сеть Это будет уже сеть вычислений А не просто цепочка И это, повторяю, самый простой способ В действительности Можно довольно сильно отойти от понятия Последовательность вычислений С эффективным результатом С переупорядочиванием Да, 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 конечно Конечно, конечно, конечно Я про то и говорю Именно Еще один вопрос, который мы уже обсуждали Как выглядит пламя свечи после того, как свеча погаснет То есть существуют ли объекты, если они не обрабатываются Это вот способ полигирования сюда приезжать Если у нас есть переменные и функции, которые Куски кода, которых обрабатывают Это одно И другое дело – функциональный подход, где, собственно, сами объекты возникают в моментах обработки И больше никогда Мы не можем из, грубо говоря, одного места функциональной программы Сошлаться на объект, который существовал в другом месте функциональной программы Так не бывает Вот Низкоуровневость и высокоуровневость Насколько вычислительная модель, которая предлагает вам язык программирования Близка или далека от того реального вычислителя, который потом все это будет делать Тут есть как бы соображение в обе стороны То есть иногда удобно иметь язык, который полностью Прямо в семантику включает вычислительную модель той железки, на которой работает Таковы языки Ассельбера или Си А иногда, наоборот, очень удобно иметь хорошую вычислительную модель Которая полностью оторвана от той железки, на которой вы делаете Особенно в случае каких-нибудь специфических парадигм, вроде логической Лисп-машины, строили когда-то в 80-е годы лисп-машины Но, в общем, оказалось, что так делать не надо Симулировать лисп, то есть функциональный подход на обычном фунеменском компьютере В общем, дешевле, проще и всем будет только лучше Вот Еще один довольно забавный вопрос Что происходит при повторном использовании одного и того же куска алгоритма Тот же самый код выполняет Можно ли войти два раза в одну и ту же реку или нельзя? Например, об этом, видимо, буду читать лекцию я в самом конце Есть еще одна парадигма, которая здесь не упомянута Алгоритмически полным является язык макроподстановок Да Там все совсем по-другому Есть класс задач, который с помощью макроподстановок решается просто на ура А есть, который решается на караул Потому что каждая макроподстановка в результате приводит к тому, что в том генерации, который в конце концов получается, у вас появляется еще один кусок кода Он с виду похож на тот, который появился при предыдущей макроподстановке, но формально является другим Ну вот, осталось выйти на финишную прямую И поговорить о том, чего предполагается на этом курсе впереди Опять-таки, что именно конкретно вы увидите в планах курса Я не про это сейчас Я про то, что стоит иметь в виду каждый раз, когда вам предлагают какую-то очередную парадигму Возможно, очень скрипучую для мозгов Нет никакого конечного списка парадигм Парадигм – это такой способ думать Идея состоит в том, чтобы показать, как один и тот же объект может быть продуман разными направлениями, способами и так дальше В реальных языках программирования парадигмы могут пересекаться, быть недодуманными Часть языков может даже не обладать алгоритмической полнотой, как это возможно случиться в этом семестре Короче говоря, парадигмы, он не для головы, а не для языка программирования Чистых языков программирования, которые чисто реализуют одну конкретную парадигму, очень мало Но мы будем стараться именно на них обращать внимание, чтобы этот способ думать по возможности в дистиллированном виде преподнести Это, собственно, следующее утверждение Еще одна важная тема, которая имеет серьезное практическое значение Разные способы думать, разные парадигмы программирования удобны для решения разных классов задач Мы сейчас видели, как на прологе решается задача о восьми ферзях В 40 строк с комментариями А какие другие вещи на логическом программировании, в парадигму логическом программировании делать совершенно бессмысленно И тот факт, что такие языки, как тот же пролог или лисп, или схема из живых современных функциональных языков Или там, не знаю, ну в общем, что они живы и работают Означает, что существует класс задач, которые задачи можно таким образом решать Вот Это я сказал Довольно интересная тема, относительно которой было сломлено некоторое количество копий Является ли объектно-ориентированный подход к программированию вообще парадигмой? Потому что, если мы просто говорим про, скажем так, свойства языка программирования В котором есть поддержка объектов, это всего лишь поддержка того, что называется объектное планирование То есть планирование больших и сверхбольших систем Где реализация может быть обычной процедурной Как вот в классических языках типа Java А может быть и какой-то другой Пирамидальное объектное планирование со всякими свойствами и так далее Это не прерогатива одного конкретно там императивного парадигма С другой стороны, несомненно, и само объектное планирование И техники, связанные с объектно-ориентированным программированием Это такой способ думать И если принимаете вы внимание вот это вот определение То почему бы и нет? Что, собственно, хочется добиться? Чего хочется добиться от здесь присутствующих, включая себя, разумеется? Есть такая беда Человека обучили писать на одном языке программирование Он только его и знает Потом выучил еще один такой же О, я знаю два Потом еще один такой же Я от этого очень страдаю Как человек, который довольно много занимался именно процедурным программированием И знает какое-то количество процедурных языков Переключать голову на другой способ думать Тем сложнее, чем больше у тебя экспириенса в одном овации И преодоление вот этого барьера И есть один из смыслов того, что будет происходить с вами на этом курсе Так что если вы ослышите скрип собственных мозгов Не страдайте Ну, скажем так Я бы сказал, возрадуйтесь Но как минимум понимайте, что это упражнение Очень небесполезное Реально Так У нас осталось Сколько? Ну, осталось какое-то время А для того, чтобы рассказать Как это Кто в нашем фильме не снимался? Да? Какие великие актеры, значит, не участвуют в этом шоу? Мы не будем рассказывать про эзотерические языки программирования Хотя они бывают ужасно интересными Вот мой любимый эзотерический язык программирования Это язык white space, в котором есть три символа Четыре Пробел, табуляция и перевод строки То есть, то, что вы видите Это программа на white space С синтаксической раскраской Очевидно, что ради Как это? Был общий цвет 1 апреля 2003 года Очевидно, что Эзотерический Это действительно еще один способ думать Но он скорее ради упражнения Чем ради вас Самый известный, естественно, брейнфак Где он тут? Самый Вот, да Самый известный из эзотерических языков брейнфак Ну, там, где программа Hello World Покажите мне программу Hello World Вот, программа Hello World на брейнфаке Ну, там бывает и интереснее В общем, вот Есть всякий Шекспир тут, есть? Нету Шекспира? Во, есть! Так Вот программа на языке Шекспир Персонажи — это переменные Некоторые их высказывания — это операции над переменными Негативные и позитивные высказывания — это там операции сравнения Ну и так дальше Вот это You're as brave as the sum of your fat little stuff Вот это вот As brave as — это сравнения Ну, такие вот пьесы А enter, exit — это про пространство имен, разумеется Ну и так дальше В общем, все это очень интересно Боже мой Да, принцессы Все это очень интересно Но это, несомненно, такой способ думать Но чего не хватает в эзотерических языках программирования? Какого важного свойства, которое я сегодня упоминал, им не хватает? Класса задач, для которой они предназначены Да, полнота-то у них есть Там нормальная стековая машина Стековая машина — все Все работает Этот способ думать незачем осваивать Потому что нету класса задач Только ради прикола Есть очень много интересных, действительно интересных для изучения языков программирования Которые, в принципе, реализуют вполне понятную нам парадигму И было бы действительно здорово про них поговорить Но они ничего не прибавят к тому, что мы уже знаем Вот мой любимый язык АПЛ Для математических вычислений Это довольно старый язык, хороший такой Он отличается тем, что его делали математики для математиков Он использует математические символы Видите вот эти вверху? Это операторы языка АПЛ Специальные клавиатуры выпускались для него Я очень надеюсь, что сейчас это хотя бы все в Юникоде есть Но не факт Ну, короче, математики для математиков Там есть пример языка есть Пример программы АПЛ Покажите мне Ну, в общем, вы меня поняли Но, в принципе, это очень интересная штука Он, кстати, он живой Он существует Я его даже пытался собрать Ну, как бы, не понял зачем Вот когда пойму, зачем соберу Вот Идея стоит в том, что Даже какой-то класс задачу не решал Но просто на сегодняшний день Есть куча языков Скажем так Куча инструментариев для обычных Императивных языков Которые отлично решают математические задачи А поскольку математические задачи Это все-таки последовательность вычисления Как правило, да То императивные языки вполне подходят Вот Столяровая через я А еще есть В классической литературе И мы уже приближаемся к концу наших разговоров Еще есть в классической литературе Всякие И если мы сходим вот сюда Мы увидим кучу разных других Парадигм программирования До которых у нас руки не дошли Например, есть ужасно интересная парадигма Которая называется событийное программирование Когда вот есть среда и агенты внутри нее И под нее не существует нормального языка Вот просто не существует То есть самая лучшая система программирования Под событийное программирование Это какой-нибудь скриптинг Для каких-нибудь стратегий игр Там, где юнитов надо программировать Но там слишком много Все равно Дополнительных штук Дополнительных требований Связанных со средой И вот эта штука не вошла у нас В курс Просто потому что Невозможная вещь Невозможная Как это сказать Сущность С сложной средой Внутри которой она существует За одну лекцию Всем вот так вот раздать и сказать А ну-ка делайте домашку Вот Ну и вообще вселенная велика Да там Все Смотрите У нас даже осталось время на вопросы Потому что у меня все Вот Да, спасибо Вот у нас даже осталось время на вопросы Еще раз повторяю Проорганизационные вопросы Не задавайте мне Я не в теме А вот по сказанному Я бы Мог ответить Если что-то Да Лет 6 Точнее уже почти 7 назад У меня был экзамен На первом курсе По алгоритмам И там мне сказали Следующую речь Что Предположим У нас есть машина тюринга Вычисляющая число Она работает бесконечно И мне сказали Что это алгоритм Хорошая машина тюринга То есть Она не зацикливается В этом смысле Она полностью корректна Так ли это Или это Да Но она не Реализует Какой-то алгоритм Значит Это вопрос О том Как мы относимся К понятию алгоритм Как таковому Вот Вообще говоря Что-то Что не останавливается Не является алгоритм Мы даже не знаем Вычисляет она число Пи Или нет Как мы узнаем Что она вычисляет Число Пи Мы остановим Ее в какой-то момент И обнаружим На ленте Недовычисленное число Пи Даже если мы будем Проходить пошагово И смотреть Как она это делает Мы все равно В каждый момент Будем ее останавливать И обнаруживать На ленте число Пи То есть Мы берем Этот алгоритм Обмазываем его Остановым В определенное время И получаем число Пи С нужной точностью Чем не алгоритм Да Ситуация Когда наша функция Не останавливается И мы знаем Что она не останавливается Или что еще хуже Может не остановиться Не попадает Под термозеление алгоритм Вопрос был один Ну ладно Хорошо Я так чувствую Все уже немножко сварились Это понятно Что когда много-много Бла-бла идет То люди заполняются Тогда значит На сегодня все В следующий раз Опять я И у нас будет Разговор Про собственно Самую понятную И близкую нам Императивную Парадигму Вот Я попытаюсь Что-нибудь из этого извлечь Я думаю Что основное направление Разговора Будет идти не в области А императивной парадигмы Которая более-менее понятна А в области Отличия Там скажем Высокоуровневых И низкоуровневых Языков На этом собственно все Очень хорошо Что Нам удалось Хотя бы Постримить Хотя Сразу Скажу Людям Которые сидят В стриме На вопросы ваши Я отвечать Не могу Потому что Внимание Мое Рассредоточено А главное Габашка Моя Повернута Не в ту сторону Так что Спасибо всем Участникам Чатик В стриме Которые отвечали На вопросы Вот И напоминаю Что у меня Еще одно подобное Упражнение Сегодня вечером Не вечером В 16.50 Пятой парой Это первая лекция По питончику На чем Видимо все Всем спасибо И до новых встреч